С нами Михаил Савва. Добрый день, добрый вечер. Для тех, кто недавно включился в такую общественную повестку, сразу хочу сказать, что Михаил Савва знаменитый профессор Кубанского университета, доктор наук, а также узник тюрьмы ФСБ на Кубани с 2013 по 2015 год, потом беженец Украина-статус и теперь эксперт Центра гражданских свобод, между прочим, Нобелевского лауреата, так, на секундочку, Украинского Нобелевского лауреата. И человек, который очень много занимается проблемой украинских военнопленных и цивильных заручников, гражданских похищенных. Собственно, об этом и будем говорить. А, кстати, сказать, так как вы человек совсем не чуждой тюремной темы и хорошо знающий там порядки, как вы думаете, вот украинские гражданские и украинские военнопленные, они содержатся в условиях, которые отличаются от условий, где содержатся обычные заключенные или нет? Да, добрый день, Ольга. Они содержатся в тех же следственных изоляторах, исправительных колониях, иногда исправительных центрах, в тех же камерах, но их не смешивают с российскими заключенными. То есть, стены те же, но социальное окружение другое. Украинцы сидят только с украинцами. В российских местах принудительного содержания могут не разделять украинских гражданских и украинских военнопленных. Они иногда находятся в одних камерах. Но вот россиян там нет. Украинцев содержат или в каких-то отдельных локациях, ну, например, ШИЗО под это выделяют, или в отдельных секторах, как, например, в Лефортовом. То есть, создаются такие условия, чтобы, ну, за редчайшими исключениями, россияне не стали для украинцев источником информации. Потому что украинцев сознательно погружают в информационный вакуум. А с российскими зэками все, ну, немного более лояльно. Сколько сейчас украинских гражданских похищенных в России? Понятно, что мы не можем сказать точно. Или можем, кстати? Мы можем сказать, ну, достаточно точно. То есть, это будет ошибка не на несколько человек, это будет ошибка там на пару сотен, но больше четырех тысяч в настоящее время. Дело в том, что когда называются намного большие цифры, речь идет о другой методике подсчетов. То есть, когда я слышу там 20 тысяч гражданских украинцев, то я понимаю, о чем идет речь. Вот, например, во время оккупации Киевской области украинцев действительно бросали в подвалы. Им говорили, что это такая проверка. Ну, многих из них потом отпускали. Если посчитать, сколько прошло через вот эти подвалы, ну, потом люди были выпущены, то действительно речь идет о десятках тысяч. Но вот именно сейчас за решеткой более четырех тысяч. Это не комбатанты. То есть, военнопленные считаются отдельно. Это совсем другая категория. Можно понять, собственно, зачем их брали? Вот особенно из Киевской области. Вот зачем взяли учительницу нашу с вами, известную Викторию Андрушу, нашу любимую? Зачем взяли Романа Вуйко, она инвалида? Зачем их было тащить в Россию, чтобы что? Вику сначала поздравим со свадьбой, которая была у нее недавно. Да, мы с вами вместе на ней были по-звому, да. И пусть все будет хорошо. Зачем их брали? Когда мы, когда я говорю мы, имеется в виду Центр гражданских свобод, проанализировали социальный состав вот этих похищенных украинцев, то выяснилось, что с одной стороны это люди, которые принадлежат к совсем разным социальным группам, но с другой стороны все они потенциальные лидеры. То есть журналисты, ну обязательно, местные депутаты, если кто-то оставался на оккупированной территории, достаточно часто священники, руководители отделений политических партий, гражданские активисты, и плюс к этому люди, которые просто чем-то, что называется, засветились в своей активности. Ну, например, человек поехал привезти воды в соседний населенный пункт. По дороге его останавливают, куда едешь, воду людям везу. Людям воду везешь? Ты тут завтра нам восстание организуешь. Мешок на голову и через Беларусь в Россию. То есть у российских жандармов есть со сталинских времен, наверное, такая идея, я не знаю, как она передается, вот, наверное, генетически как-то, что есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы. И к лидерам это относится в первую очередь. Они пытались выдернуть из украинского общества потенциальных лидеров для того, чтобы, по их мнению, не было вокруг кого объединяться. А опять же, по их странному мнению, если нет вот этих ярких лидеров, то ничего и не будет происходить против оккупантов. Но это не работает в украинском обществе. Украинское гражданское общество – это главная ценность и главное достижение страны. Оно делает намного лучше и намного больше, чем делает украинская власть. И это не только применительно вот к активному этапу войны, это всегда. Поэтому попытка выдернуть лидеров оккупантам ровно ничего не дала. Вообще ничего. Но люди до сих пор, некоторые уже полтора года, находятся за решеткой. Я сейчас задам вопрос. Я задаю вопрос, вы понимаете, мы с вами сразу вместе работаем, и я знаю ответы за эти вопросы, но мне очень хочется, чтобы это поняли и зрители, и слушатели. Я понимаю, что я сейчас задам вопрос, он все это некорректный. Но я должна его задать, они меня спросят, что же такое. А вот каков вообще механизм обмена? Вот есть гражданские, есть военно-пленные. Мы, передачки, слышим, что кого-то на кого-то поменяли. Как это происходит? Как формируются эти группы? И как вот люди, которых, ну, мы с вами знаем, мы получаем сотни ответов из прокуратуры, из военной прокуратуры, из ФСИН, из военной полиции, бог знает от кого, из ФСБ, их там нет. Их там нет. И вдруг раз, они в списке на обмены и уже их обменяли, поехали. Как это происходит? Ну, я бы не удивился, если бы в этих ответах было написано и обменов военнопленными. Вообще нет, потому что в международном гуманитарном праве этот механизм не предусмотрен. Просто это такая практичная процедура, которая возникла, потому что и Россия заинтересована возвращением своих, и Украина заинтересована возвращением своих военнопленных. Происходит это очень сложно. В Украине этим занимается координационный штаб по вопросам военнопленных. Это постоянные консультации с российскими визави. Это чрезвычайно сложно, потому что российская сторона пытается еще, знаете, померить тех, кого они захватили в каких-то социальных единицах. Кто-то для них более значимый, как они иногда пишут, известный киевский пропагандист. Это вот о моем товарище Максиме Буткевиче. На самом деле известном украинском правозащитнике и антифашисте. Они роются в социальных сетях, чтобы понять, кто что человек и написал, насколько он является весомым. И потом говорят примерно так, ну вот за этого вы добавите двух. То есть процесс чрезвычайно сложен. Люди, которые этим занимаются, это люди с необычайно крепкой нервной системой, выдержать это очень и очень тяжело. Ну, в итоге две стороны приходят к какому-то соглашению. Вот мы отдаем этих, а вы отдаете этих. Затем этих людей вывозят к заранее обговоренной точке обмена. И, ну там, примерно вот как в голливудских фильмах о шпионах, единственное, не на мостах, а обычно где-то в чистом поле происходит обмен. Люди пересаживаются из одних автобусов в другие. И встречают, ну обычно с яблоками, потому что в российских местах принудительного содержания с этим очень плохо. Понятно, сколько уже поменяли? Какой-то подсчет ведется? Да, ведется. Если говорить о военнопленных, все более-менее до единицы. Более двух с половиной тысяч украинцев уже вернулось. Не могу сказать, сколько россиян, поскольку, ну как я уже говорил, это не всегда бывает один к одному. Некоторые обмены проходят по формуле одного за одного, а некоторые по более сложным формулам. А вот сколько гражданских вернулось, я не смогу сказать. Потому что это все, в отличие от обмена военнопленными, очень случайно и очень нерегулярно. Но вот как любимая наша Вика Андруша, раз и появилась еще с одной гражданской женщиной в группе, в маленькой группе военнопленных, которых отдали. Вот почему ее туда отдали, ну мы догадываемся, но официальных каких-то объяснений, почему ее отдали, нет. И точно так же в каждом случае, когда случайно, подчеркиваю, случайно, действительно, нет механизма, возвращаются гражданские, мы не можем сказать о причинах. Вот я услышала совсем недавно историю, жуткую историю, про то, как по обмену вернулась группа бывших российских заключенных, которые были в украинском плену, но видимо вагнеровцы, их там как-то совершенно чудовищно держат в Московской области, так к ним там плохо относятся и так далее, и так далее, ну в общем тут подавляешь в себе там много разных чувств, но тем не менее хочу спросить, я была поражена, что России внезапно понадобились заключенные, которые были завербованы, которые сдались в плен. Мне казалось, что это самый последний, самый последний обменный материал, который вот никому вообще не понадобится в России никогда. Тем не менее, несколько десятков человек. Все немного сложнее. Смотрят при обмене с российской стороны не только на то, кто эти люди вот с точки зрения боевой ценности, насколько это эффективное пушечное мясо. Иногда вдруг внезапно запрашивают людей, которые совершили военные преступления и на которых в Украине собирают материалы для возбуждения уголовных дел. То есть, вдруг, знаете, так, а давайте вот еще Пупкина нам. Ну, очевидно, что российская власть не хочет вот этих публичных процессов, не хочет, чтобы список военных преступлений пополнялся, и причем не просто пополнялся безымянно, а вот эти люди вот это сделали, и это доказано. все больше и больше дел на украинцев, на похищенных украинцев сейчас появляется в судах, кого-то уже и осуждают, сроки большие, это и шпионаж, и терроризм, и пособничество в терроризме, ну, то есть, понятно, что речь идет там о в лучшем случае, если очень сильно повезет, то это десятка, а так-то вообще там и 18, и 20, и 22. вообще стоит смотреть на эти сроки, они вообще имеют значение? Нет, не имеют значения эти сроки, и это очень важно, очень важно, чтобы это звучало, очень важно, чтобы близкие осужденных, сами осужденные понимали, они не будут сидеть столько, сколько им выписали эти так называемые суды, ну, я без кавычек применительно к России слово суд не произношу, режим российский столько не продержится, и это однозначно, а как только не будет этого режима, все вот эти липовые приговоры, ну, естественно, будут амблированы. А это не ценник для обмена, что тот, которому дали 20 лет, он там вдвое ценнее, чем тот, которому дали всего десятку? Это и ценник для обмена тоже, но не в каждом случае. Некоторых осужденных не хотят отдавать, поскольку, ну, знаете, они являются таким вот объектом для показа. Вот, смотрите, вот он бандеровец, вот он преступник, и вот он у нас еще в клетке. Дело в том, что в России главная угроза, ну, по крайней мере, я так вижу, исходя из действий власти, это не либералы российские, а это российские ультра-патриоты. Это те, кто недоволен войной, но не потому, что им война противна, а потому, что им хочется, чтобы больше убивали, чтобы было больше крови, чтобы было больше разрушений. Вот этих людей много, они очень требовательные. Да, их уже, кстати, начали сажать в России, именно потому, что они очень требовательные. И вот для того, чтобы они не возмущались, власть должна держать постоянно каких-то украинцев в камере и не отдавать их. Насколько я понимаю, мы можем говорить о роли ВСИН, о пытках, которые применяются во ВСИН по отношению к похищенным или к пленным, только когда речь идет об оккупированных территориях, потому что там работают бывшие или настоящие сотрудники ВСИН российские, собственно, они там устраивают новые тюрьмы и так далее, и так далее. А внутри России это же все военная полиция, Министерство обороны или кто занимается гражданскими похищенными? Нет, военная полиция может быть где-то по периметру этих учреждений, но ежедневно, практически ежедневно избивают украинских военнопленных и гражданских, как правило, сотрудники спецназа ВСИН. То есть, когда люди описывают приметы этих людей, это, естественно, не имена и фамилии, а в последние месяцы те, кто бьют и пытают всегда в балаглавах, к тому же, но это спецназ ВСИН. Судя по их привычкам, судя по их форме, судя по тому, как и какие приемы они используют. Мы можем с вами установить их имена? Да, мы можем, мы уже знаем некоторых, не всех, но некоторых знаем, и, безусловно, будем устанавливать их имена и дальше. Это принципиально важно сейчас начать уголовное преследование этих людей. Они тоже военные преступники. Вот, как бы это странно не звучало, для большинства людей военный преступник это человек в военных погонах, который воюет. Нет, военным преступником может быть ВСИНовец, может быть прокурор, может быть судья, может быть следователь Федеральной Службы Безопасности. И чем больше вот этих людей будет в списках военных преступников, тем лучше. Они должны понимать, они будут отвечать, обязательно будут. И для того, чтобы вот эта мысль проникла в их простое сознание, нужно уже сейчас ее туда закладывать. И это, кстати говоря, один из топ-факторов относительно пыток. Странно это, наверное, слышать от правозащитника, но мне последние месяцы очень нравится выражение атмосферы страха. Вот я очень хочу создать для этих людей атмосферу тотального страха. А зачем они пытают украинцев узнать? Зачем пытают россиян, я примерно понимаю, сделать из них агентов? А это украинские патриоты в основном. Их зачем? Из них хорошо, но подпишешь ты с ними какой-то контракт, но он же вернется и скажет и порвет. Зачем они это делают? Понимаете, Ольга, начну издалека. В Украине сейчас один из самых популярных вопросов, о кем вы были до войны. Это потому, что многие из нас поменяли сферу своей деятельности. Я до начала вот этой масштабной войны никогда не думал, что я буду анализировать пытки. И я их анализирую сейчас. И я могу сказать, что пытают по разным причинам. Следователи ФСБ пытают очень жестоко, пытают на допросах и пытают с целью завербовать. А вот то, что происходит потом со стороны в Синовцев, это насилие, которое в принципе его никто там сверху не санкционировал. Никто им не приказывал пытать и избивать. им приказывали другое сломать. Ну, а дальше они методы уже выбирают сами. Почему важно сломать? Ну, чтобы больше украинцев не вернулось после плена и случаи отказа возвращения есть для того, чтобы человек потерял способность к сопротивлению. мы увидели одну тенденцию, когда анализировали, что происходит там в России в местах принудительного содержания, группы украинцев по мере того, как шло время, уменьшались. То есть в каждом заведении украинцев становилось меньше. В первые недели там в СИЗО могло быть несколько сотен, то есть почти весь состав украинский. И знаете, что происходило? Синовцы начинали бояться. Один из вернувшихся из плена так прямо и сказал, он был там в нескольких местах, и он говорит, ну я вот сделаю вывод, чем больше украинцев, тем мягче режим. Наверное, они просто боятся. Украинцев начали дробить на менее большие группы, начали отправлять в те колонии, где их раньше не было, именно вот с этой целью сделать меньше концентрацию. Ну и безусловно насилие для того, чтобы поломать человека, чтобы можно было его не бояться. я не могу выкинуть из головы очень старый разговор, который так разошелся по соцсетям, старый, но это годично, наверное, давность или раньше. Это еще была либо Киевская область, либо Изюм. Это был перехват, когда российский солдатик звонил мамочке домой и рассказывал, что он в пыточной бригаде ФСБ, ну, был мобилизант или контрактник и рассказывал мамочке, что, ты знаешь, что на теле мужчины можно сделать двадцать одну розочку, ну, когда сдирают кожу с пальцев и еще с одного органа. Ну, и мамочка там спрашивала подробности, там весело хохотала, да, фашисты, так ему надо. И я совсем недавно вспомнила эту пленочку в разговоре со своей российской коллегой. Я сказала, да ты что, ты взрослый человек, ты ведешься на эти фейки, ты действительно думаешь, что так делают. Я решила все-таки вас спросить, вы ведь знаете, о чем я говорю? Да, делают. Делают страшные вещи, но такое чувство, когда смотришь на последствия, что это даже не животное, это что-то с другой планеты, но это следователи ФСБ, это другие их подручные исследователи, изощряются. Ну, например, на спинах у людей оставляют шрамы в виде литеры Z, то есть бьют так резиновыми палками или чем-то другим, чтобы обязательно оставить два таких поперечных рубца и один по диагонали, чтобы на человеке вот эта Z была всю жизнь. делают очень много страшного, иногда даже, например, медицинский работник делает укол, о котором его долго просили, но при этом в Синове ставит человека на растяжку и медсестра колет в напряженную мышцу, ну, просто, чтобы было больше боли. и, ну, я могу много об этом рассказывать, просто не очень хочется. Михаил, спасибо вам. До встречи. Обнимемся. До встречи. До встречи. Обязательно. Редактор субтитров.